Друзья, привет всем! С вами Рокес и сегодня мы посмотрим с вами нечто действительно невероятное, безумное и очень дикое. Такого не мог никто сделать уже несколько лет. И это, друзья мои, катка на 40 убийств. Это можно считать настоящим, дичайшим, бешеным рекордом. И давайте же посмотрим, кто это сделал, как это вообще происходило и насколько реально в 2021 году приблизиться к невозможному рекорду таказа и сделать ну хотя бы 40 фрагов. Так что, друзья, уж точно будет интересно, поэтому располагайтесь поудобнее, приготовьте вкусняшки. Просто напоминаю, что этому видео можно поставить лайк, ну и, дружище, если ты все еще не подписан на канал, то самое время это сделать. Видосы здесь регулярны, тебе всегда. Будет что посмотреть, это по-любому. Ну а мы погнали! Ну а в создании этого ролика мне помогли мои друзья из компании OneX. На их сайте большая линия на спорт и киберспорт и при этом очень сочные коэффициенты. Если вы смотрите турниры по CSGO или футбольные матчи, то можете подогреть интерес к просмотру вместе с OneX. Ну а промокод Rokest даст вам до 6500 рублей бонусом при первом депозите, так что ссылочка на сайт и промокод в описании. Всем удачи и спасибо! Ну что же, друзья, перед вами парень с ником Мунно. Играют в PUBG Mobile, тоже у него достаточно крупный канал, человек которого видно уже очень давно и много. И что самое приятное и крутое, обратите внимание на левый нижний край экрана, там как раз таки хендкам. Здесь мы можем максимально видеть, что человек играет абсолютно честно, что тыкает все своими руками, пальцами и поэтому вопросов к нему быть не может. Здесь, правда, что-то я вообще не вижу его экрана и не вижу количества убийств, количества живых и даже лог сервера как-то затерт. Очень странный монтажный движ, если честно. Ну вот как-то, ну видно, да, в левом верхнем углу чуть-чуть, но странно он растянул. Не совсем я вот этого понимаю, может быть придется следить за сервером. Да, вот постоянно какие-то непонятные монтажные склеечки. Слушайте, босс сенпайщина что ли? Хороший вопрос. И карта тоже подзакрыта. Это не я, если что, смонтажил. Это человек, вот его оригинальный видос. Ну да ладно, окей, давайте пока недоверие уберем в сторону. Кстати, может быть здесь можно, да, на хендкаме, если что, можно будет разглядеть те или иные движники. Например, ту же самую камеру. Не так, конечно, хорошо, но если надо, там, знаете, как в лучших боевиках, сделаем макросъемку, увеличим, потом через экран доставим этого муна и спросим, что это он вообще там делает. Тем временем, накидывает на сосновки очень больно по нескольким соперникам. Здесь он встречает на казарме типов, которые сами на него выбегают. И с дробовика добирает себе девятого парня. Пока что начало более чем хорошее, более чем классное. Нам он, правда, не показывает, сколько живых соперников осталось. Вот, опять же, какая-то странная склеечка, но теперь, наконец-таки, хороший вид экрана. Сервер, ну, будем считать, что я запомнил. А здесь, Alive64, убито 9 игроков. Хорошо, будем следить за тем, чтобы не было каких-то изменений и инсинуаций. Пока что, ну, ладно, странное монтажное начало. Не знаю, если честно, с чем оно было связано. Может, человек просто накосячил. Такое бывает. У меня тоже иногда там может картинка как-то либо поплавать, либо я забуду что-нибудь вставить при монтаже. А потом уже, естественно, когда видос залил и заметил это, не можешь как-то исправить, к сожалению. Здесь, на ЦМ416 накидывает болезненно по пацанам. Еще один сквад закрывает. Плюс 4 фрага. Максимально просто, максимально легко. Ну и здесь, я думаю, не будет долго задерживаться. Да, чуть-чуть совсем подхилится. Собирает себе каких-то амуниций с трупов. И дальше тут же начинает накидывать. Замечает соперника. Вообще, как-то странно. Он на него перевелся без какой-либо инфы. Но там, опять же, была склеечка, во время которой он мог либо просто прочекать и увидеть этого типа. Ну, либо, может, там была какая-нибудь стрельба, какие-то движения. Вот как это происходит сейчас. Сокращает дистанцию для того, чтобы можно было спокойно настреливать и чуть ближе себя хорошо чувствовать. Например, вот взять берил и нормально накидать по этому парнише. Первый нок имеется. Соперники пытаются окружить Муна, но пока что этого у них не выходит. Кто-то еще стреляет, я так понимаю, снизу с кимпа. Протыкивает все вот опять же вещи. Я слежу за тобой, чел. Давай без вот этой всей движни, чтобы все было четко. Тут парняга вообще стоит за камнем в полный рост. Как ботиночек такой, пытается что-то настрелить. Видимо, очень сильно его расстроило. Да, вот этот вот Муна убив как раз-таки тиммейта. Но еще смотрит вправо такой типа, а ну-ка покажись. Но никого не замечает. 16 убийств имеется, а еще практически пол сервера жива. 42 человека, этого более чем достаточно для того, чтобы дальше кататься и делать рекорды. Вот сейчас, опа, да, вот замечает все-таки этого парнишку. Забирает его себе. 17 убийство. Все круто, все отлично. Вы спросите, как он знал, что здесь кто-то имеется? Ну вот тот бот левый, он по кому-то стрелял. Это было видно, слышно. Поэтому тут тоже можно было догадаться. Вопросов как бы нет. Проехал, я так понимаю, починки. Далее проезжает мимо школы. Уже количество игроков сократилось. 35. Это, ну, уже, кстати, не так уж и просто будет сделать. Сколько ему еще надо? 23 убийства из 35. Что-то нихрена себе. Как это вообще возможно? Он всех на сервере убьет, что ли? Это прям что-то дикое. Здесь очень круто накидывает с 6х прицела М416 с помощью лягушки садится в баги и будет уже подъезжать ближе. Потому что здесь, во-первых, чувака одного он не нокнул. Во-вторых, можно все-таки уже сокращать дистанцию из-за того, что инициатива за тобой. Начинается, да, движня. Тут первого чувака распикивает. Второго начинает так при фаерами раскидывать очень больно. Чел пока что не может попасть по мунно от слова совсем. Мунно его чутка продамажил. После этого кидает гранату. И теперь тип находится в максимальном опене. Естественно, из-за чего становится максимально легким фрагом. Ничего себе, ребят, вы там... Че вы там делали вдвоем? Кстати, вот это вот сейчас было очень странное такое... Ну, дергание камеры. Очень интересно, как это вот он так. Ну-ка, давайте посмотрим то же самое, но замедленно. На его хендкаме. Я сейчас про вот этот момент, где он стреляется с соперником, переводится налево. Вот он большим пальцем все вроде двигает. Да, вот здесь сейчас зажимает первого типа. Слева будет бот, он на него повернется. И потом направо очень резко уведет. Я вот сейчас максимально смотрю именно на хендкам. Давайте поглядим. Вот здесь, да, все есть. Все по-честному. Ну, и вот тут очень жестко, да, вот раз-два. Ну, и гироскопом чуть-чуть подбрасывает. Ну, вроде бы честно. Тут вот, да, у него были прям два резких движения большим пальцем. Так что, в принципе... Ну-ка, дайте еще раз. Вот тут стреляет. И первый, второй. И тут дальше доводит гироскопом. Ну, окей. Ладно, ладно. Немного странноватое движение. Просто потому, что он до этого так ни разу не делал. Но, как мы видим, что все действительно честно. И в этом плюс хендкама всегда можешь доказать типа чел. Какие могут быть ко мне вопросы? Вот тебе все нарисовано. Вот смотри и сравнивай. И действительно все более чем совпадает. Здесь по нему начинают накидывать чуваки из общак. Это неприятно. Но, тем не менее, все равно нормально раскрывает под собой смок. И может уже немножечко подхилиться. Жаль, большой аптеки нет. Тогда можно было бы вообще уже сразу восстановиться и идти дальше. Закрывает свой багги для того, чтобы как-то подъехать и поменять позицию. Стоять за одиноким деревом, естественно, не очень приятная темка. Замечает первого соперника. Нужно его закрывать. Это тоже похоже на ботиночка. Немножечко трудности вызывают у него вот такой вот спрей. Но, тем не менее, нормально. Добираю от себя 22 убийства. 22 соперника осталось еще на карте. Ровно так красиво. Гляньте, 23-23. Симпатичные, симпатичные цифры. Магия, нумерология, все вот эти вот дела. Ну и здесь уже более реально выглядит рекорд в сорокет. Потому что соперники между собой просто не умирают. Они все сконцентрировались на этих общагах. И всех именно мунно закидывают. Здесь вопрос, как вот он заметил, увидел, услышал парня, который был за УАЗиком. Хороший вопрос. Пока что непонятно. Идет какая-то лютейшая стрельба между несколькими сквадами сразу. Вот этого чела нужно бы, конечно же, закрыть. По нему пытаются прокидывать гранаты. Но вроде как мунно это делает чуть более эффективно. Сам получает тоже несколько плюх. Зачем-то перезаряжает пулемет на 63 патронах. Странное, если честно, явление. Может быть, случайно нажал. Кто его знает. Ну и здесь, да, надо бы как раз таки подлутаться. Большая аптека-то, оказывается, есть. А что ты ее раньше не жрал? Непонятно. Чел подбегает максимально близко. И очень сильно ошибся. Отличнейше получилось, что все пули залетели куда надо. И мунно успел нокнуть этого парня. Иначе появились бы жесткие-жесткие траблы. Чувак за уазиком неужели до сих пор живет? Да ладно, это вообще возможно. Это законно. Он, похоже, перебежал. Тут вот сейчас что-то не получилось. Дал что-то одну пульку какую-то вместо спрея. Как это так? Ну, не знаю. Странная движня. Что-то вот заметили? Вот всегда какие-то рекорды. Они вызывают вопросы. То есть ты вроде смотришь, и вроде все так. Вроде все хорошо. Но какие-то непонятки все равно имеются. Ладно, пока что 27 убийств. 16 соперников имеется на карте. Здесь выходит максимально агрессивно на префе. Просто в чела. Чел еще даже выстрелить не успел. А его уже дико стерли, бешено раскатали. Здесь, да, немножечко кущает какие-то энерготики. После этого разогревает молотов. Не, решает, что так можно зайти в спину сопернику. Или просто даже его начекать с общаги. Сидит, кстати, довольно странно. Еще вот что-то смоки. Опять же, склеечка какая-то. Ну, главное, что сервер не поменялся. Главное, что все, в принципе, честно. И катка реальная, не склеенная из нескольких. Как мы знаем, любит делать один парнишка. Тут что-то шторку чуть не вывесил на себя. Кстати, мало кто знает, что с крыши вот этого здания можно на соседнее запрыгнуть. Или это не то здание. Нет, по-моему, то. Не могу понять. Так, в перспективе карта очень маленькая, мини-мапа. Но прикол в том, что можно на крышу соседнего запрыгнуть. И очень сильно удивить соперников. Потому что так другими способами на эту крышу не залезть. Не-не-не, не то здание. И это как раз-таки здесь и можно вот с этой ближней общаги, где вот сейчас Муна закроет одного из соперников. Вот оттуда можно на эту крышу перепрыгнуть. Здесь нокает первого игрока. Я так понимаю, что сейчас начнет как-то рашить, агрессировать, прогрессировать в эту сторону. Здесь пока что чекает от третьего лица. Правда, никого не замечает. Прокидывает гранату. Неужели попадет? Настолько легко? Нет. Подождите. Просто кинул для того, чтобы дезориентировать челов. Не дать им подниматься. Опять же, перезарядка на 85 патронах. Охрененно полезная. Действительно, дружище, куда же без нее? Сейчас именно вот этих вот 16 пулик тебе не хватит из 100. Действительно, это очень и очень важно. Накидывает по первому. Пытается дать преф по второму. И получается сделать. Челова даже не успел. Обижать. 32 убийства. Уже просто бешенейший результат. И осталось 9 соперников. То есть, в теории можно даже сделать 41. Но похоже, что кто-то умрет либо друг от друга, либо от зоны. И иммунно заберет только восьмерых из них. Здесь еще просто какая-то нереальнейшая вообще популярность общак. Огромнейшее количество сквадов съезжаются именно сюда. Интересно, почему и как это вообще происходит. Ой, неплохо ты упал. Блин. Так мало урона от падения. А что так вообще? Слушайте, тут хоть спрыгивай сам ради экономии времени. Потому что, ну, вообще не задамажилось, считай, паренька. Ну, да ладно. Здесь соперники остались. Как минимум двоих мы видели. Так-то может быть и четверо. Нужно быть осторожными. Муна слышит четко, как выбегают первые и вторые челы. Нет, оказывается, это всего лишь два типа, которые были какие-то недобитые. И остается ровно шестеро врагов. Нельзя, чтобы умер вообще кто-то еще. По-другому никак, в принципе. Ну, и здесь нужно кататься. Нужно смотреть. Показывает нам карту, что несвойственно таким вот рекордсменам. Так что все, опять же, честно. Подъезжает на флэр дроп. Замечает там за баги, по-моему, кто-то лежал. За дропом было видно чела, который от него вот так вот прячется. Обходит сам Муна, пока что не знает, что вот ему, как его поймать. Но нормально, гранатки все делают хорошо. Здесь парнишка будет вынужден либо уйти из-за дропа, либо просто взорваться. Сам Муна что-то его не контролирует. Подожди. Че так? Где стрельба? Пытается на прочеке вот так вот посмотреть с помощью пуль этот кустик. Но пока что ничего не выходит. Тип очень хорошо от него прячется. Какой-то прям душнило или пацан, который очень сильно боится того, что его убьют. Думает, у, сука, топ. Надо его сделать, иначе будет нехорошо. Я только флэр дроп взял. Здесь можно просто пересесть. Гляньте, да, чел просто прячется. Он не хочет вообще никак файтиться. Вот, наконец-таки вышел. Ну и, видимо, это твоя ошибка была, дружище. Потому что надо тебе было все-таки оставаться за этим деревом до бесконечности. Ну, чувак прям старается. И что-то выходит на префи. И ложится. И вот дропшоты какие-то делает. Но ни хрена из этого не получается. Дружище, не в этом сила. Не в духоте. Не в том, что ты прячешься. А в том, что ты можешь выйти и красиво пострелять. Ну, тип, видимо, этого не знал. Муна опять же подъезжает на общаге. Что-то это прям оскароносное какое-то место. Где огромнейшее количество соперников. Почему-то все сюда съезжаются. Независимо от тайминга и игровой части. Здесь соперники, мы слышим, как прекрасно топают. Тут прям даже не нужно каких-то дополнительных инсинуаций делать. Потому что все слышится отличнейшим образом. Чел, кстати, с МК-14 получает очень больно. Но при этом не нокнулся. Видимо, из-за того, что был Т3-сет. И немножечко он смог прожить там на одну пульку. Ему нужно было больше. Это, я еще так понимаю, одна склеечка. Где Муна прорашил в их дом. Или же в его доме находился соперник. Не знаю, не могу сказать. Опять же, перезарядка на 63 патронах. Согласен. Ну и здесь забирает еще. Что-то все как-то подвое. Я уже начал задумываться, не дуа ли это режим. Но нет, мы видели, что были соперники целыми сквадами. Просто так как-то совпадает. И ровно три соперника осталось. Стреляют, похоже, что именно по Муна. Ну и нужно отвечать. Давай, дружище, покажи, что не стоит им с тобой связываться. Что ты можешь раскатать всех просто в одиночку. 40 фрагов. Охренеть, друзья мои. Это реально бешенейший рекорд. Такого мы не видели. Сколько? Года два, по-моему. Это, ну, реально очень и очень много. Здесь первый тип просто лежит. Ну и также просто умирает. Это было чересчур легко. 38 убийств. Осталось всего лишь двое. Первого человека замечает на крыше. Начинает прокидывать, пробрасывать. Здесь какая-то была странная перезарядочка. Ну давай. Нужно его как раз-таки поймать. Пытается дать прифайер. Не получается этого сделать. А ну-ка, вылези, дружочек. Давай еще раз. Кстати, их, по-моему, там двое на этой крыше. Потому что я увидел два разных шлема. Или мне показалось. Но вот этот вот чел с красным шлемом. Тебя мы запомнили. Да, вон он. Он пытается высунуться. Муна пытается по нему накидать. Пока что не хватает. Нет, это все-таки один чел. Потому что второй выходит слева. Получает ног. И теперь один на один. У соперника нет зоны. Ему придется выходить. Но Муна даже так решает. Че бы нет. Че бы не выйдет чисто на уроне жестком с пулемета. И не забрать этого пацана. Топ-1, друзья мои. 40 убийств. И это действительно бешенейшая катка. Если вы нашли какие-то несостыковочки. Какие-то непонятки. То обязательно напишите об этом в комментариях. Но пока что будем считать это реально рекордом. Потому что я ничего подобного и странного не видел. Ну а я, друзья, надеюсь, что данный видос вам понравился. Спасибо огромнейшее, что досмотрели его до конца. Как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. Счастья, здоровья, удачи. И, конечно же, до новых встреч. А следующее видео уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok